всем привет с вами кейн и сегодня у меня в обзоре дмитрий донской это легкий крейсер советской ветки и так прокачал я всю ветку от семерки до десятки примерно за две недели начинал я щорца затем чапай донской и соответственно купил москву но не играл так как москва это уже идет тяжелый крейсер дмитрий донской это у нас идет легкие крейсера все с 5 начиная с 5 уровня там до 9 все идут легкие крейсера москва это же тяжелый крейсер поэтому на нее как бы обзор это будет уже отдельный и это отдельная ветка и там я предполагаю что как бы нужно ставить уже другие перки даже не те что на остальных крейсерах ну и геймплей геймплей там соответственно другой начнем пожалуй с модернизации в первом слоте у меня основное вооружение во втором система борьбы за живучесть в третьем система наведения четвертом рулевые машины и в пятом система маскировки в шестом я не ставил ничего не на дальность не на главный калибр даже на по его не ставил но объясню что как и почему дальности здесь хватает и так на скорострельность модернизацию ставить тоже не вижу особого смысла поскольку башни станут крутиться гораздо медленнее а это не вустер и не минотавр здесь достаточно будет некомфортно когда башни будут крутиться медленнее поэтому шестой слот я не ставил ничего поскольку считаю это любая модернизация будь то на дальность или же на скорострельности будет вредна для данного крейсера продолжим перками начинал я с 10 очков капитана прокачался так вот и семерки до девятки набив 7 очков и так мне стало 17 очков капитан взял я капитана александра овечкина но тут подойдет в принципе любой обычный капитан первое что я выбрал это же приоритетная цель следующий был мастер наводчик потом взрывотехник и мастер маскировки по ходу прокачки взяла отчаянного и затем еще набив 3 очка уже взял для чего взял супер тенданта поскольку рлс к здесь нужно работает она крайне недолго но бьет далеко и фарм урона по эсминцам достаточно высокий поэтому чем больше у вас рлс к тем лучше затем если вы набьете еще четыре очка то я бы рекомендовал взять и усиленную огневую подготовку дабы усилить пиво но если не брать это то возьмите радио пеленгатор в принципе тоже неплохая штука помогает в борьбе с эсминцами а эсминцы как известно дарят хороший фарм братья инерционный взрыватель на данный крейсер думаю не стоит толку от него будет сейчас немного а пожар все-таки будет нерфится выжигать линкоры гораздо эффективнее нежели наносить прямой урон тем более что пробиваем будем мы только оконечности корабля и выцеливать именно кончик линкора то есть корму или нос там где мы сможем пробить это ну затея так себе поэтому я не советую брать инерционку советую взять все-таки перк на пиву самое что наверное будет необходимо поскольку это советский крейсер его у него не особо мощные и даже под заградкой он ну против 10 века будет им очень тяжело поэтому рекомендую брать усиленную огневую дальше давайте рассмотрим его ттх начнем наверное с маскировки маскировка здесь 12 6 это при полной раскачки то есть перком и модернизацией плюс еще камуфляж рлс к работает на 12 километров то есть восьминца будет 0 6 километра для того чтобы держать дистанцию вовремя отвернуть и не попасть в зону действия леска вот поэтому здесь и нужно радио пилингация чтобы всегда быть готовым к тому чтобы встретить эсминец и засветить его рлс к не перекладывать башни и не крутится не подставляться под вражеские бэбэшки потому что броня здесь тонкая и отхватывает он очень сильно с максимальная скорость хода под флажком сиера майк здесь 37 и 8 узлов без флажка 36 в принципе это достаточно такие неплохо но при маневренном бою то есть это будет крайне сложно набрать такую скорость радиус циркуляции огромен сама баржа тоже то есть огромное время перекладки рулей ну среднее скажем так сам корабль не очень маневренный поэтому надо держать дистанцию не подставляться только видите фокусы с трех и более кораблей в приоритетной цели отворачивайте отходите отворачивайте и либо же просто отсвечивайтесь иначе просто-напросто закидают и разорвут удар этот крейсер держит крайне плохо вся ветка в принципе прокачивалась мне как-то так себе не очень комфортно но чапай показался все-таки достаточно комфортным кораблем по сравнению и если вы обратили внимание то дальности стрельбы у меня 16 2 это не прокачанная система управления с прокачанной систем управления огнем у вас будет дальность 17 8 километров но я не стал это прокачивать поскольку стоит она в опыте 29000 опыт это примерно 5-6 боев это успешных поэтому как бы такой шаг назад для меня и я как бы решил не брать этого не прокачивать это просто трата времени но с такой дистанции в 17 и 8 километров играть станет гораздо комфортней поэтому тут уже смотрите сами стоит ли вам качать ли эту модель улучшение или же просто стоит потратить уже на десятку опыт дабы провести меньше боев на девятом уровне артиллерия здесь неплохая с перком взрывотехник и двумя флажками шанс на поджог становится 17 процентов при и скоро перезарядки в 12 5 секунды это довольно таки неплохо выжигать можно довольно таки хорошо линкоры пробитие стандартные 30 миллиметров то есть крейсера мы пробиваем в любом случае без нерционки параметр пво ну по сравнению с другими крейсерами скажем так средний может быть даже чуть ниже среднего поэтому все таки перк на пво как я и говорил ранее стоит все таки брать по боеспособности но птз здесь 16 процентов это ни много ни мало но в принципе неплохо для крейсера это таки неплохо боеспособности здесь я бы сказал крайне мало поскольку 43 тысячи по сравнению с теми крейсерами которые будут встречаться на уровне это там кронштадт аляска ёшина зума там они будут во-первых отлично сыграно командир бить дальше стрелять они будут больнее и с учетом нашей брони то есть попадать они будут довольно таки больно поэтому 43000 с хвостиком боеспособности это не так уж и много но как я говорил ранее нужно держать дистанцию не подставляться и смотреть за картой то есть так чтобы вам не обошли вас в борт крейсер этот показался мне не особо комфортным но я с нетерпением жду александра невского поскольку судя по его характеристикам которые якобы будут у него то скорострельность у него будет два раза выше и количество стволов у него будет такое же какие на донском он будет перезаряжаться они 12 5 секунд а 6 секунд это то есть в стоке с плюс модернизация шестом слоте ну соответственно сами понимаете будет гораздо быстрее перезарядка и дистанция боя там будет уже в 19 километров то есть это еще в разы комфортнее но это все пока только в теории поскольку пока что он еще не вышел и ветка еще не переработана но я все-таки с нетерпением жду данный корабль поскольку он мне кажется будет реально крутым держать дистанцию 19 километров и заплевывать все ну то есть шикарно просто шикарно я его обязательно прокачаю конечно же и затем сниму на него обзор ну а на этом наверное у меня все подписывайтесь на канал пишите комментарии оценивайте видео и вот еще несколько скриншотов с других боев то есть на донском можно иногда довольно таки неплохо сыграть и неплохо настрелять ну всем спасибо за просмотр всем пока линкор противника уничтожен наша команда близка к победе назад что и и и и и и и и и Продолжение следует...